Среда ВНТ, здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас вместе с нами оглядывается на события, размышляет, пытается понять, почему они произошли, к чему все это ведет. Я очень рад приветствовать гостей нашей сегодняшней программы. Спасибо, что нашли время. Но начнем, конечно же, с новостей, с актуального. Вот мы тут объявили год мира и созидания. Но в это время, посмотрите, пока мы думаем о мире, фон дер Ляйн, глава Еврокомиссии, нам снова угрожает санкциями. Послушайте, что говорит. Мы будем оказывать давление на Кремль столько, сколько потребуется с помощью жесткого режима санкций. И мы распространим эти санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает войну России, таких как Беларусь или Иран. Олег Сергеевич, что она несет? Ну, позориться, во-первых. А второе, почему позориться? Санкции ни к чему не привели. Уже нет пакета санкций. Они же не вводят санкции в отношения России и Беларуси сейчас не потому, что не хотят. Они признают. Но мы не знаем, что вводить уже. Что ввести еще, чтобы окончательно не уничтожить европейскую экономику. Это первое. А второе, посмотрите, он правду сказал с другой стороны. Все 20 лет, ведь санкции не первые в отношении Беларуси. Она, вы имеете в виду. Да, она. Она, он, они там, его тяжело понять. Сложно поспорить. Кто она, кто она. И какое вообще там гендерное представительство. Все 20 лет в отношении Беларуси вводили санкции не за выборы, не за какие-то псевдодемократические нормы. На самом деле Западу всегда было плевать и на избирательные кампании наши, и кого изберут, и как мы их проводим. Как и во всем мире. Это же лицемерие. На самом деле санкции вводились с момента прихода Лукашенко к власти, как народного президента, только за одно. За его курс на стратегический союз с Российской Федерацией. И он в открытую говорит, дружить с Россией нельзя. С Соединенными Штатами дружить можно. С Китаем дружить нельзя. С Ираном дружить нельзя. На Ближнем Востоке мы вам будем определять, с кем вы будете дружить. С кем торговать и как жить. Вот она, европейская демократия в их понимании. То есть он в открытую говорит, мы прекрасно знаем, перевожу, Беларусь не участвует в специальной военной операции, это все знают. Беларусь союзник России. Беларусь не позволит ударить по России в спину. Это что? Это как понимать? А мы за это вам санкции, за то, что вы хотите строить союз с Россией. А почему вы не воите санкции в отношении Литвы? За то, что она союзник США. А почему вы не воите санкции в отношении стран Европы, которые поставляют оружие на Украину, развязывают войну, уничтожают украинский народ? Они уничтожают украинский народ. Мы его спасаем. Тысячи украинцев на территории Беларуси нашли кровь, хлеб, работу. Живут сейчас мирно и благодаря. А вы уничтожаете Украину. Уничтожили эту бедную, несчастную страну. Братский нам народ. И вы еще санкции воите. Но смешно, повторюсь, потому что санкции их смешны. Что вы ведете? Свифт можете отключить еще. А чем быстрее отключите Россию и Беларусь от Свифта, и весь мир отключите. Быстрее создаться собственная банковская система. Все, что вы сейчас делаете, нам на пользу. Вы заставляете, наконец-то, Россию и весь другой мир создавать свое. И, кстати, если брать белорусско-российские отношения, нам все это на пользу по одной простой причине. Наконец-то все, что говорил Лукашенко, наш президент, с 1994 года об интеграции. Все, что он просил от России делать для того, чтобы укреплялся наш союз, началось делаться. И одна из причин, что это делается, это действие Евросоюза. Действуйте дальше. Больше, быстрее, сильнее. При этом мы понимаем, что такое давление, которое не прекращается и не прекратится, оно объясняет всем нам, для чего нужно поддерживать высокую готовность наших вооруженных сил. И для чего нужно отлаживать снова и снова все системы безопасности в нашей стране. На днях президент побывал на полигоне Абуз-Лесновский, посмотрел, как там служат и действуют наши вооруженные силы. Пользуясь случаем заглянул к россиянам из совместной группировки. Давайте этот фрагмент посмотрим сейчас. Я думаю, вы мне больше расскажете, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен. Поэтому это первое, что вы мне можете рассказать. Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках. Потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и беларусов, и россиян. Вы не думайте, что вот как комдивор, спасибо, вы нам помогли и прочее. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем информацию большую, это опыт. Ну и наши офицеры, помогая готовиться, тем, кто пороха не нюхал, образно говоря. И тем, кому надо вспомнить навыки военные. Это для них тоже школа, это урок. Алексей, мы же видим, как сразу все начинают нервничать, когда подобная встреча случается у президента с военными. Тем более, когда там российские военные. Тем более, когда параллельно еще заявляют о том, что там до февраля совместные летные учения будут происходить. И они и санкции, и угрозы, и до вооружения не только Украины, но и Польши. Как вообще ко всему этому относиться? Ну, мы делаем то, что мы должны делать. Заботимся о собственной безопасности, глядя на то, что происходит вокруг. При этом любой человек, даже особо не следующий в военно-политических делах, он видит разницу в приготовлениях, да, с нашей стороны. То есть мы действительно готовимся защищать именно свою территорию. Мы не создаем никаких ударных группировок, мы не угрожаем соседям, не предъявляем никаких территориальных претензий, не проводим кулуарно политику, аннексии мягкой, как это делает Польша в отношении, допустим, Украины, особенно ее западных частей, не заявляем публично. Я вот анализирую внимательно, о чем говорят польские аналитики, да. Ну, то есть это тот класс политический, который проговаривает некоторые вещи гораздо дальше, чем польские официальные лица. Там есть три тезиса. Первый тезис. Нам обязательно нужно будет остановить Россию, если у нее будет успех. Каким образом? Либо войти самим на территорию Украины, либо так помочь Украине, чтобы она не пустила дальше Днепра российскую армию. Второй тезис. После достижения успеха на Украине у нас задача Беларусь, потому что нужно выбить Беларусь из альянса с Россией и, соответственно, ослабить Россию. Третий тезис. После того, как выбита Беларусь, Россию выдувить вообще из Европы в Сибирь. Примерно на уровне 17 века, чтобы она находилась. Ну вот, как говорил Патрушев, сделать из России Москву. Вот это открытые планы аналитиков. Плюс-минус там нюансы. Как мы это будем достигать? Например, опять дискуссия. Мы вторгаемся в Беларусь, поляки говорят так, либо организуем здесь переворот внутренний якобы. Вот о чем они говорят. Либо и то, и другое. Либо и то, и другое. Ну, то есть гибридная такая вторжение. Устраиваем заваруху, а потом в ходе помогаем. Соответственно, все, что мы делаем, это направлено на то, чтобы не допустить таких планов, чтобы обеспечить нашу безопасность и не позволить реваншистам и империалистам Запада создать вот эти барьеры, кордоны и новые, скажем, разграничительные линии. Вячеслав Викторович, ну серьезная угроза сейчас со стороны Польши исходит. Мы же наблюдаем, когда они вооружаются до зубов, их военный бюджет сейчас, если возьмем совокупные траты на военные цели, там по 30 миллиардов долларов закупают танки у немцев, у корейцев. И мы понимаем, что это не оборонительная техника, а наступательная техника. Конечно, безусловно так. Пехотная дивизия и прочее, прочее. Можно через запятую. Это очень коррелирует с тем, что сказал только что Алексей Валерьевич. Абсолютно так. И мы, наше руководство, во главе с нашим президентом, прекрасно понимают ту угрозу, которая существует. И правильно, абсолютно мы делаем, когда в рамках нашего союзного государства с Российской Федерацией мы укрепляем наши рубежи, создаем вот эту сформированную группировку, которая обеспечивает защиту от агрессивных намерений со стороны Запада, которые мы видим в отношении нас. И те вещи, которые эмуссируются, вот о чем говорил наш уважаемый коллега в польской элите, которые озвучиваются территориальной претензии. В свое время они заявили, что им уже и мало восточных креслов каких-то, а им нужна вся Беларусь, и они эту свою политику так либо иначе стремятся проводить, забывая и не учитывая исторические уроки. Фактически, опять же, Польша, посмотрите, получается у нее чуть ли не кругом враги. Ну понятно, на Востоке традиционно Россия, ее союзники для польской элиты, это враг номер один. Но на Западе что у них? У них сейчас с Германией какие отношения? Ну вот мы говорим про элиту, а местное население как настроено? Какие настроения там? Я думаю, все-таки население среди поляков, достаточно здравомыслящих людей, я думаю, большинство населения не стремится к войне, которые пытаются так либо иначе продвигать вот эти польские элиты и прочие вещи. Но я хотел бы обратить внимание на то, что фактически-то ведь элита, она начинает ссориться со своими соседями. С соседями, да, значит, вот на Западе отношения с Германией эти тезисы о репарации. Поговорим об этом еще поговорим. Да, 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 посмотрите. А по сути дела, что мы видим? Польша ведь она превращается в своего рода такой кулак, ударную силу Соединенных Штатов Америки на европейском континенте. Почему поляки так себя, польские элиты, скажем так, достаточно отвязанно ведут? Потому что они чувствуют поддержку Вашингтона. Кому они обращаются за поддержкой, если какие-то вещи там не решаются? Бегут, значит, к США и просят поддержать их политику на территории Европы, восточной Европы. Только мы-то понимаем, что все союзники Соединенных Штатов должны держать перед глазами вот этот вот афганский самолет, вернее, американский самолет, который покидал Кабул, и как оттуда отваливали с огромной высоты те, кто еще вчера были союзниками и друзьями Ольга Игоревна. А вы обратили внимание на такой интересный момент, как вот те силы, которые называются... Ну, мы их называем беглые, да, они называются оппозицией, но оппозиция — это не силы, которые разрушают собственное государство. Это все-таки там борьба за власть, но не разрушение государства. Поэтому мы не можем назвать их оппозицией. Поэтому, наверное, беглые — самое лучшее определение для них. В Варшаве, в Вильнюсе, который находится сейчас, вот есть привычный тезис о том, что Украина имеет моральное право наносить удары по территории Беларуси. Мы к этому уже привыкли, к этим их высказываниям, хотя они не отказываются и не ослабляют эту линию. Но сейчас у них появилась история, вы только вдумайтесь, в том, что белорусы должны выплачивать репарации украинцам. Они к чему нас готовят, к чему их ведут? Понятно, что это люди несамостоятельные. Почему им вкладывают этот посыл? Это развивается в рамках тезиса о том, что Беларусь является соагрессором. Чувство вины вызвать. Если есть статус соагрессора, и он будет закреплен в международном законодательстве, то, естественно, речь о репарациях со стороны России озвучивается уже достаточно давно. И те арестованные активы, которые есть в Европейском Союзе, сейчас как раз разворачивается компания. по поводу того, что они должны быть конфискованы и идти на оплату тех расходов, которые несет Украина. И в рамках Беларуси то же самое. Я-то понимаю. Вот что они подумают? Это же бред. То есть нормальный человек не может... Эта тема стала популярной. Ее запустила Польша. Она требует репарации, ну, теперь, наверное, практически от всех. То, о чем мы говорили. И в отношении Беларуси, я думаю, будет то же самое. Ведь если мы вспомним 2020 год, и то беспрецедентное давление, которое оказывалось на нашу страну, оно было сравнение с давлением, которое оказывается на Россию сегодня. То есть на великую державу, которая обладает ресурсами. И то, что происходит сейчас, то есть нас сравнивают с Россией. И никто не будет стесняться. Я бы по этому поводу вообще никаких иллюзий не испытывала. Того, что в отношении Беларуси, как средней или даже малой державы, будут применяться какие-то иными. То есть вот эти ребята проговаривают, что будет с нами, если Россия проиграет, как наша основная судьба. То есть они таким образом дают беларусам понять, что если у вас еще какие-то сомнения остались, то имейте в виду, вас сотрут в парашют. Это как образ будущего для нас. Будьте как рабы, бесконечно какие-то репарации выплачивают. Непонятно какие. Я бы единственное разделил беглые и лидеры беглых. Эту риторику, вот уже разочарование там огромное. Риторика это среди тех, кто находится на полном содержании своих хозяев западных. Польских, Соединенных Штатов Америки. А их риторика всегда зависит от того, что им сказали. Сейчас главная тема Украина. Беларусь, как бы чтобы они не хотели, ушла с повестки международной. Ушла. Понятно, что нас пытаются обвиниться в агрессии, но все понимают, что основная борьба за будущее Европы развернулась на Украине. Соответственно, и риторик. Второй момент. Мы сейчас видим, что основные деньги уходят туда, на Украину, на поддержку этой войны. Им остается мало. И для того, чтобы что-то получать, они любой ценой примазываются к этим вопросам. Но что они делают? Делают это очень цинично и подло. Мало того, что они говорят бомбить нашу страну, уничтожать детей и стариков. Мало того, что они говорят, что мы должны кому-то платить. Хотя, если мы никогда этого не говорили, вся Европа нам должна. Все нам обязаны. Все должны нас благодарить до конца всех поколений за то, что мы освободили от фашизма. Какую цену мы заплатили наши деды и прадеды. Не заплатила ни одна страна Европейского Союза. Но мы никогда так себя не вели. Потому что мы всегда выступаем за единую мирную Европу. Вот вы сегодня один тезис сказали. Кто выступает за войну в Европе? Да никто. Если взять народ, ни одна страна Европейского Союза, народ, войны не хочет. Так вот, самый главный теперь ответ. Где власть народная? Вот в нашей стране президент народный. Они там начинают говорить выборы, шмыборы. Так президент делает то, что хочет народ. Наш народ войны не хочет. Мы хотим мира. Мы хотим нормально жить. Нормально торговать. Нормально развиваться. А польский президент, это народный президент, пройдите по Польше. Люди хотят с Беларусью торговать, с Россией торговать. Пройдите по Литве. Литовцы хотят. Сколько их приезжает сюда? Что бы они там не рассказывали, тысячи литовцев здесь. Тысячи литовцев обходят санкции любой ценой, лишь бы торговать с Беларусью и Россией. Так кто народная власть, а кто не народная? Была бы в Европе народная власть, давным-давно бы мир на Украине был. Вот и все. Алексей Иванович, а действительно, про население, вот мы говорим про Польшу, какие там настроения? Вы наверняка этот вопрос уже исследовали. Конечно. Ну, я бы здесь тоже не был слишком большим оптимистом, потому что шаминистические, милитаристские настроения в польском обществе распространены. Я бы сказал, что польское общество расколото, и, допустим, поддержка правящей партии, она не настолько преобладающая. Да, допустим, больше 50% курс поддерживает, но 25-30 или 35 с нюансами, да, они выступают за другой курс. Другое дело идет накачка, пропаганда. И вот эти примеры, допустим, с атакой польской территории, это же подается фактически как агрессия прямая Польши. То есть это используется правящей группировкой для того, чтобы оправдывать свои действия и милитаристские приготовления. То есть если бы вот эти радары отключить, облучатели, которыми они польское население свое обрабатывают, да, и хотя бы объективную правду, хотя бы их, польских политиков, чтобы они послушали. Ну, допустим, есть фракция в польском семье, которая говорит, послушайте, что происходит? Украинизация Польши. Значит, и в ментальном плане политический стиль, стиль агрессивный. Бандеровщина легализуется фактически, которая, ну, является врагом историческим для поляков. Так ему затыкают рот, говорят, уезжай в Москву, польскому политику, да, то есть до чего дошла уже, собственно, польская политическая культура. Хорошо еще не дерутся, хотя я это не исключаю всеми. Так вот, если бы дать хотя бы частичную объективную картинку в Польше, я думаю, настроения бы поменялись. И, конечно, они не знают, допустим, реальности нашей. То, что мы приглашаем поляков безвиз, это очень правильно. Пусть люди простые едут, смотрят, рассказывают. Это народная дипломатия, она работает. Да, не такой большой пока поток, но нельзя между народами, соседями, вот эти, отключать все коммуникации и связи. В этом правильная политика наша. Абсолютно в точку, один из знакомых, который находится за рубежом, вот настолько вот дал понять, что они под плотным информационным куполом, когда он искренне удивлялся, когда ему говорил, что по центру Минска танки не ездят. Он был убежден, потому что им рассказывают о том, что танки военные, С-400 там по проспекту где-то, регулярно, Искандеры стоят возле цирка. Ну вот, чтобы мы понимали про демократию, про свободные СМИ, которые есть сейчас на Западе. Вообще вся эта история с требованием Варшавы от Германии выплатить репарации за Вторую мировую войну. Ведь уже тянется несколько месяцев, мы за этим наблюдаем. И мы понимаем прекрасно, что поляки вот за этим требованием прячут что-то другое, но нежелание получить репарации. Вот, Вячеслав Георгиевич, что ведь истинная причина какая? С моей точки зрения, истинная причина заключается в том, что Польша, польские правящие элиты видят себя лидирующей страной в современном, значит, Европе. В Европейском Союзе, естественно, Германия для них определенный конкурент в этой сфере, так называемая старая и новая Европа, как они говорят. И поэтому, используя поддержку Соединенных Штатов, они стремятся вот каким-то образом Германию, значит, поставить в русло, показать ей новую реальность в Европейском Союзе, показать, что Польша это реальная сила, с которой надо считаться, и заставить, опять же, ту же самую Германию еще экономически ослабить с помощью вот этих выплат и репараций. Все мы знаем, в какой ситуации сейчас находится современная Европа в связи с этими их санкциями, которые они развернули против Российской Федерации, подорвали, по сути, свою экономику. Ну, кому это выгодно? Конечно, выгодно Соединенным Штатам Америки. И поэтому США через Польшу продвигают свои интересы по ослаблению Европы, фактически включая Европейский Союз в это военные действия, которые ведутся на Украине. Через поддержку пока, возможно, Польша фактически готовится как ударный своего рода кулак Соединенных Штатов Америки. Когда начинает собака громко лаять? Когда? Когда лидер ослабил. И вот то, что сейчас Польша так себя ведет с Германией, говорит как раз-таки о слабости самой Германии. А европейцы видят, что Германия не ведет лидерские позиции в Европейском Союзе. Это на Украине стало особенно очевидно. Потому что все, что сейчас происходит в Европе, на самом деле Германия должна была против этого выступать. Она должна была выступать против прекращения поставок газа в Европейский Союз. И, кстати, вспомним, буквально несколько лет назад Германия была той страной, которая отставила именно это, чтобы Северный поток запустить, чтобы экономические отношения с Россией продолжать. Нету этого. Дальше. Украина. Германия должна сейчас отстаивать мирные переговоры, прекращение боевых действий, немедленно убрать линию огня и договориться с Российской Федерацией на любых условиях. Этого не происходит. Это видит весь Европейский Союз. Они прекрасно понимают, что судьбу Европу решает Соединенные Штаты Америки. Можно погавкать. И, конечно, немцам обидно. Они кормили Польшу. Германия была всегда локомотивом. Ну, а второе. Вся риторика польского руководства, вот в чем их ошибка? Ведь все ожиждится только на США. Вся мощь, вот эта якобы мощь польского режима, польской элиты, без поддержки прямой Соединенных Штатов Америки, ничего не стоит. Потому что никогда у них ничего без Америки не будет. Но это все может прекратиться. Но это пока не прекратится. Почему? Американцам нужна Польша расколоть Европу и плацдарм против России и Беларуси. Они ее накачивают. Но страдает кто? Польский народ. Ольга Игоревна, а вот вообще что за стиль такой союзничества внутри коллективного Запада, когда они так как заклятые друзья, как скорпионы в банке. С одной стороны, у них есть общий враг Российской Федерации. С другой стороны, они постоянно жалят друг друга. Я бы вспомнила еще о том, что у нас 2023 год и электоральный цикл очередной в Польше. Это как бы вопрос номер один. И эта тема, она очень благодатная для того, чтобы повысить интерес к партии и к тем шагам, которые она предпринимает. С учетом того, что развивается параллельно конфликт с выплатой из ковидного фонда для Польши в связи с нарушением той же самой демократии. Это первый момент. И второе, все-таки Польша, несмотря на свою большую заявку и Соединенные Штаты поддержку, не заявляет о том, что она будет вторгаться даже в Украину в одиночку. Она не собирается этого делать. Все-таки здесь НАТО. Все-таки только под прикрытием НАТО, потому что как образцовый такой член, она не собирается рисковать собой. А вопрос союзничества Польши решает свою геополитическую задачу, которая у нее была всегда. Не допустить то, о чем сказал Олег Сергеевич. Объединение интересов России и Германии. Это задача. Только поляков обманут, правда-то. А вот надежда поляков, что они будут гибнуть, а с ними будут гибнуть американские солдаты, как всегда, не оправдается. Они уже не вставили. Вот так американцы будут устроены. Гибните, поляки, украинцы. Умирайте. Почему такая политика в Евросоюзе происходит? Да потому что это старый англосаксонский, да даже более древний тезис «разделяй и властвуй». Кто получает выгоду вот этой грязни в Европе? Европейский союз ослаблен, он не имеет реального суверенитета, потому что ориентируются, значит, интересы ему навязаны Соединенных Штатов Америки. Та же самая Британия, посмотрите, она вышла из Евросоюза и сейчас идет в Кельваторе, тоже пытается управлять той же самой Польшей и прочей навязывать свои интересы. Они заинтересованы в том, чтобы не было единства внутри Европейского Союза, чтобы он поставлял только ресурсы, значит, определенным являлся рынком сбыта для продукции этих стран Соединенных Штатов Америки, той же самой Великобритании и делал то, что выгодно американским элитам. К сожалению, те же самые польские правящие элиты не извлекают уроков из истории, они забыли, какая была ситуация накануне Второй мировой войны, и когда началась эта война, как повели их, как говорится, заклятые союзники себя. Вот эта вот странная война, которая была, Великобритания ничего фактически не сделала для того, чтобы поддержать Польшу в войне с Германией. Точно такая же ситуация и повторится сейчас. Их сдадут при первой какой-то возможности, если будет угроза каким-то американским интересам, с ними просто-напросто не будет никто считаться с этим польским элитом. Я думаю, что все-таки Польша усвоила уроки первого сентября, поэтому она закупает так массированно Абрамсы, потому что не надеется, не рассчитывает на то, что будет оказана помощь. Война другая теперь, мы видим, мы говорим, что Абрамсы не сильно могут помогать. Я все-таки попытаюсь, возьму на себя смелость реконструировать возможный ход мыслей польского руководства. На самом деле, поляки уже воюют на Украине, и это не только наемники. Мы все прекрасно понимаем, что в современных условиях уволить из армии профессиональных спецназовцев и сказать, что это ЧВКшники. Тем более, по сообщениям корреспондентов, военкоров, мы видим, что сильно отличается боевая подготовка так называемых польских наемников от всех остальных. То есть это, скорее всего, регулярные части, замаскированные под ЧВК. Это первое. И второе. Вот мы думаем, что там, да, действительно, поляки наверняка сами одни не сунутся. Когда у Вашингтона, у Лондона будет понимание, что украинцы проигрывают, они вот тогда ведут второй эшелон в виде поляков. То есть второй эшелон славян. Пусть они там молотятся все. До последнего поляка. Но при этом полякам, что интересно, не нужен Львов. То есть это город, ну, город-музей, да. Опять же, слушая их аналитиков, им нужно что? Выход к Черному морю. Одесса, Николаев и Черноземы. Винницкая, Хмельницкая область и плюс две электростанции. Вот реально чего они хотят? То есть они хотят вполне прагматично забрать самые лакомые куски от оставшейся территории Украины. Как это будет происходить? Зеленский попросит помощи у Польши и под видом альянса, где будут основная сила, польские вооруженные силы. Либо, значит, Зеленский вообще сбежит, и там возникнут уже полевые командиры, которые опять в гибридной форме с поляками будут воевать. Но вопрос в том, что это не закончится так просто. Даже если военное поражение будет нанесено сейчас украинской армией, второй эшелон – это Польша, Западная Украина и все, что будет происходить. И это прямая угроза нашей безопасности. Вот это будет прямая угроза нашей безопасности. Вот мы говорим сейчас о тех, кто стоит за кулисами и дергает зеониточки, в том числе в отношении Польши. И мы чаще всего привыкли, говорим, что англо-саксонские меры, не только Соединенные Штаты Америки, но, конечно, даже Великобритания. Англичанка как гадила, так и продолжает гадить. Но при всем при этом гадят и самой англичанке. Откровение принца Гарри, который в своей книге «Запасной» нанес удар по своим же, как казалось бы. И про героин он рассказал, и про оргии рассказал, причем не только про свои, как оказалось, вся королевская семья погрязла в этом разврате. Еще признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане. Он признался, не раскаиваясь, а с гордостью, так как, по его словам, это было устранением злодеев до того, как они смогли убить хороших людей. Мы с вами, люди взрослые, понимаем, что такие книжки случайно не появляются. Ольга Игоревна, а почему тогда? Вот кто превратил принца в таран и против кого? Я думаю, что такие публикации, прежде чем они выходят в свет, проходят очень серьезную стадию изучения. Есть ли запрос в обществе на то, чтобы вот это было опубликовано? Я думаю, что есть. Как бы сегодня англоязычная пресса не писала о том, что это не нанесет никакого вреда монархии, я думаю, что это лукавство, мягко скажем. Потому что смена поколений идет в Белоруссии, мы об этом говорим постоянно, а на Великобритании то же самое. И то, что они точно так же относятся к британской монархии, как это было лет 50 тому назад, я думаю, что это... Много десятилетия осуждает, нужно ли нам содержать монархию. Нужно ли нам это осуждать. А такого рода заявления во многом они детские. Я бы сказала, что это книга не мужчины, а, наверное, мальчиков в большей степени. И я думаю, что британцы будут задавать, и молодежь тоже будет задавать вопрос, как согласуются две простые вещи, которые выбросили в публику. Это 25 убитых талибов и история с тарелкой, когда он не дал сдачи собственному брату. Поэтому я думаю, что эта книга на сегодняшний день вызовет определенный резонанс, но слишком долго она не продержится. И вот то отношение к монархии, которое уже ослабевает эти традиции, они как-то постепенно начнут запускать эти механизмы. — Говорят, что элиты воюют, новые и старые друг с другом. — Сто процентов. Сто процентов воюют элиты. — А это кто с кем? Это цифровые, финансисты? — Это вот мы всегда говорим глобалисты, да? Люди, которые хотят управлять всем миром. Это не сказка. — А старейшая династия в мире — это не те, кто хотят глобализма? — Конечно. Значит, это американские элиты, это англосаксонские элиты, которые между собой воюют, те, кто хочет управлять миром. Была задача ослабить вот эту семью, ослабить английскую монархию. Конечно, это удар. И такие книги без спецслужб не издаются. Мы уже не в 90-е годы с вами живем, когда наивно верили, что вышла книга про ЦК КПСС. Это просто вот правда. — Олег Сергеевич, а глобальная идея в чем? — Ну что, управлять? Деньги, деньги, финансы, финансы. — И национальных элит быть не нужны. — Олег, не поддержу эту генеральную линию. Вот чем отличаются англосаксы и их элиты, конкретно британские, от всех остальных? У них периодически в руководстве страны возникает что-то типа руководителя фрика. Вот был такой король, Георг VI, он вообще-то сатанист был, практиковал обряды всякие, да, и это все знали. Он открыто вот черной магией занимался, и по Лондону распространялись слухи о том, что вот у нас король такой немножко, да, Черчилль по меркам консервативной тогдашней элиты был, ну, такой достаточно смелый, фриковатый дядька. Джонсон. Это в традициях британских элит показывать, что на самом деле вот ваши короли-правители, аристократы, ну, они почти такие же, как вы. Наркотики, выпивка, женщины, убить даже кого-то могут. Это спуск пара. Так, ушла британская королева, которая олицетворяла консерватизм. Действительно меняется эпоха, приходят новые люди, и им нужен новый кумир. Вот этот представитель элиты, на самом деле для молодежи британских, да, он свой парень. Он почти как вот кокни, да, такие же ребята из пригородов Лондона, такой же, как мы. То есть принцип их, нужно измениться, чтобы ничего не менять. Они меняют имидж, вот оболочку, якобы монархия стала другой, но власть их, уверен, укрепится только от этого. Они просто меняют стиль, стиль меняют монархию. Национальные государства хотят стереть с карты мира, чтобы не было ничего национального, а было все глобально, это тоже. Одно другому не мешает. Короткая реклама, после чего продолжим наш разговор. Оставайтесь на ВНТР. Мы продолжаем нашу программу. Еще одна тема, которую сейчас обсуждают. Буквально несколько дней назад исполнилось два года событию, которое перевернуло, как считается, в самих Соединенных Штатах Америку. 6 января 2021 года толпа штурмовала Капитолий, были убиты и ранены. Бунт был подавлен, без всякого сожаления. Никакие разговоры про невероятных людей со светлыми лицами, имеющими право на свое мнение, не велись. Участников мятежа коротко называли внутренними террористами и сажали на много лет. Вроде бы прошло много времени, появились другие факторы, но все равно в Соединенных Штатах последних двух лет остаются неизменными три вещи. Рост продаж личного оружия на 43% за 10 лет, увеличение числа его жертв и радикализация общественного мнения. Согласно опросу, опубликованному в журнале Science, чуть больше половины опрошенных американцев ожидают гражданскую войну в ближайшие 2-3 года. Причем 20% американцев готовы не просто к гражданской войне, а намерены в ней участвовать с оружием в руках. То есть примерно 50-60 миллионов человек готовы воевать. Олег Сергеевич, дойдет до гражданской войны у них? Или тоже блефут, чтобы отвлечь внимание? Я думаю, что все может быть. То есть сейчас мы живем в таком мире, когда сказать 100% что что-то не будет, нельзя. Но хотелось бы, чтобы у них было. Но есть какая правда. Олег Сергеевич, хотелось бы, чтобы... Нет, мы никогда никому зла не желаем. Как? А может быть они наконец-то перестанут пакостить по всему миру? Мы чем белому соотличаемся? Мы никогда не хотим, чтобы кто-то где-то гибнул, мы никогда не хотим, чтобы кто-то погибал. Вот пусть бы с нас брали пример. Но в чем правда? Я внимательно считаю американских экспертов, аналитиков, которые анализируют ситуацию Соединенных Штатов Америки. Они все говорят, что вызов номер один для США сейчас не внешний фактор, не Китай, не Россия, как бы они про это ни говорили. А именно внутренние противоречия и проблемы. В том числе неразрешимые противоречия и проблемы. Раскол достиг такой глубины, когда простым диалогом, когда элитам не получается договориться. Не получается. Вот раскол пошел. Реальный раскол. Между Старой Америкой, ее можно так назвать, и Новой Америкой. Значит, и вот этой либеральной Америкой, излишне либеральной, радикально либеральной. Которой уже этот либерализм возвели чуть ли не в ранг диктатуры и фашизма определенного. Когда другое мнение, отлично от этого либерализма, иметь нельзя, ты объявляешься сразу врагом. И эту политику они проталкивают на весь земной шар. И из-за этого внутри Америки огромный раскол. Будет ли война, не будет. Я не знаю. Я знаю одно, что гегемония Америки навсегда закончилась и уже не возродится. Для меня, например, это понятно. Кто-то со мной может поспорить. Но они ушли из Ближнего Востока. Вернее, проигрывают Ближний Восток. Они не ушли, они еще будут за него бороться. Они проиграют Европу. Вот то, что они сейчас творят на Украине, они потеряют Европу. Я в этом убежден. Россию они на колени не смогли поставить и не поставят. Китай они на колени не поставят. Индия проснулась. Ближний Восток просыпается. Поэтому в конечном итоге им придется сосредоточиться на внутренних проблемах. А я бы давно сосредоточился. Один из успехов Трампа причина. Это то, что он говорил. Давайте заниматься Америкой. Давайте заниматься Америкой и нашими проблемами. Хватит всех кормить. Хватит везде лезть. Хватит все решать. Другое дело, что он не договаривал, что весь успех Америки и все ее материальное благосостояние жизнилось все эти столетия за счет других. В принципе, как и Европейского Союза, который жил все эти, например, последние 30 лет после развала СССР, только за счет стран постсоветского пространства. Все, что они сейчас имеют, мы дали. Мы дали им ресурсы. Мы дали им лучшие умы. Они повыкачивали у нас за годы развала СССР. Поэтому в Америке кризис будет продолжаться. Но нам обольщаться не надо. Как раз таки они будут еще агрессивней. И пытаться будут решать внутренние проблемы за счет нас. Как они сейчас делают и Украине. Украина попытка их решить свои внутренние проблемы. Услышали. Ольга Игоревна, и все-таки, ваш прогноз. Дойдут они до этого? Мы действительно видим, что и настройность у американцев, и процессы такие. То исследование, которое вы называете, оно не первое. Guardian проводила такое исследование еще летом. И делала точно такие же выводы. И эксперты, которые раньше считали, что это вообще невозможно, на сегодняшний день говорят, что вероятность очень велика. Я бы привела еще и другие цифры исследований. Ведь американцы, каждый пятый считает, что Америка должна остаться демократической страной. То есть на тех принципах, которые уже нам известны. Но до 40% американцев считают, что важнее сильный лидер. А когда к власти приходит сильный лидер, то с демократией, с теми принципами, начинаются сразу проблемы. Потому что у лидера есть свое видение. И Трамп, о котором упоминал Олег Сергеевич, как раз он показал, что приход такого сильного лидера, который озвучивает собственную повестку, сразу порождает раскол общества. Поэтому если придет еще один такой лидер, или даже Трамп на следующих выборах победит, то столкновения неизбежны. Алексей, то, что происходит сейчас в Бразилии, можем сопоставлять с штурмом Капитолия? Это сопоставимые вещи? Типологически да. Тем более мы знаем, что советник Трампа Стив Беннон, он непосредственным образом участвовал. Он консультировал Болсонару многие годы и месяцы. Но я хотел бы вернуться к Америке. На самом деле, мы видим внешние признаки раскола. Он действительно есть. Напряжение в американском обществе серьезное. Но с другой стороны, понятно, что элиты не дурные. Я думаю, что Трампа республиканцы подвинут, как того, кто не исполнил свою повестку. И мы видим, что выдвинулся, допустим, радикальный такой сенатор, республиканец Де Сантис во Флориде. И, скорее всего, он будет штурмовать в политическом смысле Белый дом. А это значит, что будет переконфигурация элит для того, чтобы, кстати, не допустить гражданской войны, а не понимать, что напряжение между демократами радикальными и радикальными республиканскими настолько велико, что нужны какие-то третьи фигуры. В риторике они будут продолжать эти вещи, но все равно будут переводить на внешний контур. Поэтому, например, Де Сантис гораздо более ястреб, кстати, в отношении России, чем Трамп или чем даже Байден. Он критикует Байдена за мягкотелость, слабость и так далее. Поэтому нам, на самом деле... Конечно, я тоже миролюбивый человек, но если у них конфликт пойдет глубинный дальше, нам это выгодно. Будем откровить... Я же по главе не работаю, я молчу. Да, я, условно говоря, имею право на субъективную оценку. Но между тем, если говорить про Капитолий, для нас очень важный вывод, что, посмотрите, даже спустя два года они не собираются пересматривать свое отношение к тем людям, которые не просто штурмовали Капитолий, а которые сочувствовали этим действиям. Посмотрите, это внутренние террористы. То есть в Беларуси в 2020 году они видели исключительно демократические процессы, у себя они это видеть не хотят. И вот в Бразилии я почему сравнил? Потому что там очень четкое отношение к тому, что происходит, к протестующим. Министр юстиции и общественной безопасности Бразилия Флавио Дину так и говорит. Мы повторяем, что свобода слова не распространяется на физическую агрессию, насильственный саботаж, политический переворот. А вспомним фразу известного американского человека, известного чиновника. «Революция – удел банановых государств». Это и вся суть их политики. То есть революция – это инструмент. Переворот – это инструмент. Его надо использовать где? В тех странах третьего мира, как, по их мнению, это страны третьего мира, для установления режимов, которые им нужны. А у них это нет. Вот здесь, Олег Сергеевич, мы подходим к одной из самых сложных тем. Мы видим, что в Соединенных Штатах к ней не собираются подходить. Там и, возможно, это еще больше разделяет общество. Но в эти дни очень активно обсуждают слова, сказанные президентом в Рождество, в храме. Которая, вообще, на самом деле, вот эта мысль, она же так или иначе в обществе находится. И точек зрения по этому поводу несколько. Две радикальные. Радикально за, радикально против. И нейтральная сторона. Во-первых, давайте послушаем этот фрагмент, а потом его обязательно обсудим. Пожалуйста. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшие жизни. По разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я, как глава государства, и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад, я меньше об этом говорю, но это каждый день требования вернуть и прочее, прочее. Даже нарушителей закона. Нет. Каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех бежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, глубоко раскаившиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись, они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. Вот такой тезис. Олег Сергеевич, как вы это видите? Ну, во-первых, это слова сильного человека, сильного президента, сильного лидера. И только сильный способен на сострадание, только сильный способен на объединение, только сильный способен на то, чтобы говорить то, что говорит наш президент. Как я к этому отношусь? Отношусь я так, что те, кто совершил уголовное преступление и предал страну, лидеры в первую очередь, те люди, которые годами находились на содержании Запада, совершили террористические акты. Мне, вон, детей хотели убить, значит, чуть не сожгли. Как я могу относиться? Я давно просил лично я сам. Но такие, мне кажется, не попытаются вернуться. Значит, таких людей мы должны всегда, они должны знать, что закон, уголовное законодательство для всех одно, и наказание неизбежное. И здесь не может быть ничего другого. Да и вообще мы живем в правом государстве. Все, что мы делаем, кстати, мы делаем исключительно по закону. Но есть еще одна сторона медали, о которой говорит президент. Это люди, которые обманутые политтехнологиями, обманутые лидерами, так называемыми, поддавшись эмоциям, не совершив уголовных преступлений, не совершив уголовных преступлений, возможно, совершив административное какое-то правонарушение, они на эмоциях, уехал кто-то, сбежал, убежал. Как с ними быть? Многие из них раскаялись, на самом деле раскаялись, увидели эту западную демократию. Как быть? Вот здесь надо делать как президент, по закону. А если они не совершили преступления, а самое удивительное, это происходит сейчас. Вы знаете, сколько людей сейчас возвращаются в Беларусь, с Варшавы, и это же ложь, что всех их сажают по тюрьмам. Это же обман. Это специально утку запустили, чтобы люди не возвращались. Ведь это крах этих беглых лидеров. Крах. Потому что в них уже никто не верит давно. И люди продолжают возвращаться. Так вот, моя позиция, по словам президента, простая. Делать все по закону, как Лукашенко всегда и требовал. По закону. Значит, но то, что мы будем делать, то, чтобы объединить белорусов, да мы уже делаем. Новая конституция, это не шаг к демократии. Шаг. Единый день голосования в 2024 году, это не шаг к демократии. Шаг. Закон о политических партиях, который мы сейчас примем. Шаг, шаг. Да мы уже за эти два года сделали все для того, чтобы люди разных политических взглядов, которые всегда будут, имели право свои мысли выражать, имели право участвовать в политической жизни. Но только, ребят, как раньше не будет, когда у нас пятая колонна процветала, когда у нас выборы вмешивались. Вот этого не будет никогда. Вячеслав Викторович, вижу, что вы поддерживаете. В принципе, то, что... Конечно, конечно, абсолютно, с моей точки зрения, правильный, выверенный шаг. Он соответствует духу как раз-таки нашего года мира и созидания, который у нас объявлен в 2023. Мы открыты, значит, и наше общество открыто готово. Людей те, которые переосмыслили какие-то вещи, которые им были допущены. Если они не нарушили закон, как абсолютно справедливо отметил Олег Сергеевич, тот, кто нарушил закон, должны нести соответствующую ответственность. А те, кто подбылся эмоциям, значит, по каким-то причинам покинул страну, еще раз им дается шанс вернуться сюда и подключиться к мирному созидательному государству. А кто нарушил, возвращайся. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Вот кто-то же там преступление совершил, лидер, возвращайся. Пять лет отсидишь, три года, так на свободе будешь. Вот смотрите, как звучит это в обществе, когда появилась эта мысль. Она действительно появилась достаточно давно. Вот есть, больше всего она не понравилась, конечно же, беглым. Беглым в данном случае я говорю про лидеров, которые называются лидерами. Но мы понимаем, что лидеры-то кто ведет за собой. А люди, которые просто пользуются теми, кто попал в сложную ситуацию, это не лидеры. Так вот такие против. Потому что они видят реальную картину и понимают, что значительное число людей вернется в свою страну. Но мы понимаем, какое сложное наказание быть отрезанным от Родина. Есть другая часть, которая называет себя новыми патриотами, которые тоже достаточно радикально и смотрят на все это таким образом. Они говорят, вот мы сейчас пойдем им навстречу, а пошли бы они к нам навстречу или нет. Это раз. А второе, как нам таким образом не допустить то, что в итоге привело к 20-му году тем событиям. Есть и другая часть, которая, в общем-то, наверное, должна всех объединить, которая сводится к тому, что без некого консенсуса, мы не создадим общество, которое сможет пройти те испытания, через которые сейчас проходит весь мир, в том числе и мы. Вот, Алексей Валерьевич, как вы смотрите на этот вопрос? Ну, я бы действительно разделил категорию тех, кто уехал на несколько уровней. Первый – это те, кто, на самом деле, ничего особого не совершили, испугались, уехали, подались панике. Таких большинство. Есть часть, которая, допустим, участвовала в незаконных митингах, и там есть формальные основания, юридические привлечения к ответственности. Но ведь если человек придет и скажет, я раскаиваюсь, я деятельно готов показать, никакой ответственности на самом деле, ну, такой серьезной не будет. Главное показать, что ты сам пришел и говоришь, все, это были ошибки, я раскаиваюсь. Я уверен. И сотни случаев, когда наши правоохранительные органы идут навстречу после таких вот шагов, да, с той стороны. И есть, конечно, экстремистская небольшая часть, которая уже совершила серьезные преступления. Так вот, протянутая рука, конечно, касается большинства наших граждан, которые либо ошиблись, оступились, и они могут воспользоваться этой возможностью. Теперь про опасения, значит, такой яркой патриотической части общества. Коллеги, ну, так вот, эта волна, которая пробудилась патриотическая, она и должна быть на страже. Если мы видим, что где-то что-то опять начинается, ну, гражданское общество есть, оно возникло, и оно работает сейчас. Посмотрите реакции людей на разные явления, которые реликтовы еще с той эпохи, да, до 20-го года. Власть слышит, как с латинкой, допустим, или еще с какими-то проявлениями. Конечно, власть должна внимательно наблюдать, то есть не допускать конфронтации. То есть надо реагировать, надо разбираться, решать проблемы, если они возникают. Ну, слава богу, вроде это и происходит. А если те люди, которые вернутся, захотят влиться, нормально заниматься, то все у них будет нормально, никаких проблем они создавать не будут. А политически выражать свое мнение могут через законные формы. Партия, парламент, выборы и так далее. И одно замечание, не могу прополчать, значит, это не должно никогда касаться чиновников, кто предал. Предал, чиновник, все. Это предатель, которого во всем мире, это невозможно. Это изменение государства. Второй момент, который мы не должны никогда забывать. Я со всем согласен. Но нам объявили войну. Она не объявлена официально. И эта война не закончится. Впереди две электоральные компании серьезные. Мы вступаем в этом году в них. Это 24-й год, единый день голосования и президентские выборы 25-го года. В 24-й году мы сформируем все белорусское собрание. Мы должны понимать, никто их спокойно нам провести не даст. Это иллюзия. Они будут делать все. Западные центры, разведки. Любым способом им раскачать ситуацию. Никто от нас не отстанет. А вы против гражданской войны в США при этом? Я же депутат международной комиссии. Это в название вынесем. Обязательно. Ольга Игоревна, ваше видение вот этой ситуации? Я бы обратила внимание на то, что президент сказал о людях, которые уехали по разным причинам. Не бежали, а уехали по разным причинам. И сегодня социологические опросы в Тюжу Польша показывают, что белорусы испытывают очень серьезное давление со стороны патриотов таких же польских. Поэтому я думаю, что обращение президента было направлено и на тех лиц, которые ничего вообще не совершали, но уехали в силу каких-то своих личных причин. Возможно, хотели заработать и молодежь. Нужно помнить еще о молодежи, которая училась там и которая, возможно, сегодня не находит там своего места в связи с событиями. Поэтому их возвращение для нас тоже очень важно. И то, что президент говорит об этом сегодня, я думаю, что он абсолютно уверен в том, что у нас созданы все механизмы. И новым патриотам, наверное, не о чем беспокоиться. Президент, безусловно, владеет сипал на той информации. Давайте очень коротко сейчас еще один фрагмент, очень важный. Мы как раз говорили сегодня много о контексте, в том числе и тех решений, которые принимаются внутри страны. А что это за эти противостояния? Что это за условия, в которых общество наше как никогда должно быть крепким и монолитным? Давайте послушаем слова президента, сказанные накануне, во время церемонии награждения премии за духовное возрождение. Наш пример – это реальный вызов в проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру. Понимаем, что за этой культурной экспансией, как ее еще называют «мягкой», следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия. Потеря государственности и суверенитета. Потеря себя, как народа. Получается, что вот та основная битва, которая разворачивается за свое, за свой народ, за свое национальное, за свое государство. И в этом контексте наш год мир и созидание. Как наполнить это конкретным содержанием? Я думаю, что эта повестка не только внутренняя, но и внешняя. Ситуация показывает, что голос Беларуси, несмотря на то, что нас лишают субъектности, наши соседи, говорят о том, что мы идем в русле российской повестки, то, что делает Беларусь внутри страны, все те процессы, которые идут у нас, они вызывают живейший интерес. Поэтому я думаю, вот та повестка, которую мы объявляем на следующий год, она не только внутренняя, она глобальная. Потому что темы, которые мы заявили, это мир, это наш бренд. И созидание, это образ будущего, который Беларусь предлагает не только собственным гражданам, но и тем, кто стремится жить в состоянии войны, кто считает, что война это такая жизнь. Вот мы как раз пытаемся этой новой поездкой... Это такой маркер для всех, кто на нас смотрит, что мы за мир и мы за созидание. Мы за будущее. Разделяйте мы с вами. Да, разделяйте мы с вами. Сумеем ли мы прощупать к концу года, что мы сделали? Вот как год исторической памяти мы можем немножко, наверное, нащупать какие-то результаты. Вряд ли. Но то, что эта повестка востребована и будет, это просто не обсуждается. Вячеслав Викторович. Ну, с моей точки зрения, очень важно, чтобы каждый из нас, вот этот год мира и созидания, который у нас объявлен, прочувствовал свою ответственность, потому что от каждого из нас, от нашего труда, от ответственного подхода к порученному делу зависит мир и благополучие нашей Беларуси. Поэтому мы должны четко для себя это понимать. И что нам необходимо сделать? Необходимо честно исполнять свой долг, трудиться, делать то, что поручено, и от этого будет мир и благополучие в нашей стране. Вместе с тем, мы с вами говорим, многое тоже сегодня об этом звучало, в мире давно нас пела вот эта повестка справедливости. Справедливости. В несправедливый однополярный мир он уходит в прошлое. Нам очень важно, во-первых, не потерять вот этот наш справедливый подход внутри своей страны. Кстати, вот то, что и сказал президент относительно тех так называемых Белых, тоже справедливый подход. Если ты ничего не совершил, значит, ты поддался эмоциям, приезжай, возвращайся, включайся в созидательную работу. И, с другой стороны, очень важно, чтобы страны, которые нацелены на вот это справедливое мироустройство, объединялись в союзы, которые будут создавать реальную альтернативу вот этому прогнившему уже западному однополярному миру. Алексей. Я вспомню древнейший смысл слова «мир». Мир – это общность, единство. Мы говорим даже всем миром, да, то есть всем сообществом. Поэтому важно в этом году сохранять внутреннее единство, вот этот мир, мир-общину, да, нашу белорусскую, внутри общества. И шаг слова президента об этом, чтобы и те, кто где-то оступился, вернулись домой, вернулись в семью, так сказать. Хватит уже быть блудными сынами и дочерьми. И второй аспект внешний. Вот это действительно объединение мира для лучшего, более справедливого порядка, вот это сейчас важно. И мы должны играть очень активную роль в этих интеграционных, переговорных процессах. Конечно, по возможности, насколько у нас хватает сил и возможности, но делать это нужно. Наша роль востребована и была и будет в этом. Знаете, каждый год президент вручает вот эти премии в начале года, открывает год. Я всегда вчера сидел во Дворце Республики, слушал президента, смотрел на сцену, куда вышли номинанты и седые, и молодые. И вот в этом году было по-особенному из-за года, который мы прожили. Вокруг что происходило, как давили, война. Я вот смотрел на сцену, смотрел на этих людей, которых президент награждал, слушал президента. И у меня вот, как, наверное, у тысячи белорусов, стало понятно, чем гордиться и за что бороться. За мир, за нашу страну. Вот на этой сцене, она вот просто, просто было очевидно. Сколько у нас всего, чем мы можем гордиться, действительно, людьми, которые вложили жизнь, душу свою в созидание. Там же стояли на сцене люди, которые положили свою жизнь для Беларуси. Отдали, и об этом президент вчера тоже говорил. И я думаю, что каждому белорусу в нашей стране должно быть понятно, за что мы боремся, что мы хотим. И что мы хотим оставить нашим детям. Благодарю за участие в нашей программе, в этом разговоре. На сегодня все. До встречи через неделю. Впереди на УНТ большой блок новостей. Так что оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова